Настроение Антонович здорово набрался у Веньки Пастухова. Как всегда на людях он не позволял себе распускаться. По улице шел прямо, твердой походкой, и хотя в глазах все плыло и двоилось, степенно раскланивался со встречными. Раньше, еще каких-то 3-4 года назад, за ним такого не замечалось. Да и пил-то он тогда только по праздникам в своей хорошей компании. Вчера же его развезло раньше времени. Он смутно помнит, как Мария стаскивала с него сапоги, как потолок косо опрокинулся и стремительно, совершенно беззвучно рухнул, увлекая Григория Антоновича в душную бездну. Утром поднялся через силу. Поковыряв вилкой яичницу и выпив через силу стакан крепкого чая, Григорий Антонович набросил телогрейку, прошел в свою мастерскую, небольшой сарайчик, где у них сережкой были оборудованы два столярных верстака. Григорий Антонович с трудом протиснулся за верстак в угол, достал из тумбочки початую полулитровку и стакан. Морщась, он налил полстакана, выпил, перекосившись от отвращения. Закрывшись в столярке, Григорий Антонович бросил в изголовье телогрейку и лег на верстак. Нужно было решить основное, как, в каком тоне говорить с Сергеем. Шестнадцатилетнего парня в угол не поставишь, ремешком ему разуму не поучишь. Придется, видно, говорить по душам, как мужчина с мужчиной, прежде всего рассказать о вчерашнем позоре. Вчера, в конце рабочего дня, Григория Антоновича пригласили в портком. В кабинете, кроме секретаря, Виктора Захарыча сидел директор подшефной средней школы, которую два года назад окончила Вируська, а в этом году будет кончать Сергей. С директором школы знакомство у Григория Антоновича было, как говорится, шапошное. На родительские собрания всегда ходила Мария. Григорий Антонович в школе побывал всего два раза. На Вируськином выпускном вечере, да еще как-то лет шесть назад, когда проводили встречу школьников с передовиками производства. Он тогда еще ходил в передовиках. И в тот раз сидел за красным столом на небольшой сцене школьного зала. А этот вот самый директор рассказывал ребятам, какой он, Малахов Григорий Антонович, и есть работник. Золотые руки, ударник, гордость завода. А на передней скамье в зале, битком набитым школьниками, сидели рядом Вируська и Сергей. Непоседу Вируську распирала от счастья и гордости. Она поминутно крутилась, вглядываясь в лица ребят, ведь они могли не понять, не расслышать, что говорят о ее папке, о ее верке Малаховой отце. Сережка же сидел неподвижно, зажав ладони между колен, смотрел на отца снизу вверх из-под лобья, багровый и вспотевший от радостного волнения. Еще однажды сидел Григорий Антонович рядом с директором школы, тоже за столом президиума в гортеатре, на торжественном заседании в честь годовщины октября. И вот этот человек, имени отчества которого никак не мог сейчас вспомнить Григорий Антонович, вдруг задал ему вопрос, где Сергей провел лето. Вопрос ошеломил Григорий Антонович. Кто, как не директор школы, должен знать, что Сергей Малахов сразу после окончания учебного года был направлен школой и комсомольской организацией в пионерский лагерь в качестве младшего вожатого, а потом уехал на уборочную в совхоз? Не был он, Григорий Антонович, ни в лагере, ни в совхозе не был, хмуро перебил его директор. К бабушке он ездил, к вашей матери, а потом будто бы на какой-то рудник со знакомыми парнями. Беда в том, что мы не знаем, что с ним творится последние три года. Уже в седьмом классе он стал более замкнутым, а зимой прошлого года резко снизил успеваемость, пропускал занятия, учителям стал дерзить, чего раньше с ним никогда не было. Это он расстроился, когда Веруська, сестра его замуж вышла, торопливо объяснил Григорий Иванович, простите, я не закончил. Ваша жена очень больна, и нам приходится ее щадить. Она очень тяжело переживает Сережины срывы и в то же время чего-то не договаривает, о чем-то умалчивает. Вы на наше приглашение не являетесь. Классный руководитель много раз приходил на квартиру. Вас или нет дома, или с вами нельзя говорить, потому что вы пьяны. Затылок наливался каменной тяжестью. В ушах шумело. Григорий Антонович сипло кашлянул. Нужно было в конце концов объяснить уважаемому товарищу директору, что перед ним не школьник, которого можно отчитывать как мальчишку. Но тут заговорил секретарь Виктор Захарыч. Из-за шума в ушах Григорий Антонович не сразу вник в содержание его слов в смысл разговора. А разговор шел о потерянном авторитете, о былой славе Григория Малахова, утопленной им якобы в рюмке водки. С трудом проглотив сухой колючий комок, перехвативший горло, Григорий Антонович сказал, насколько мог, язвительно и веско. Я, Виктор Захарыч, извините, что перебил вас. Хочу задать один вопрос. Было ли когда, чтобы Григорий Малахов плана не выполнил? Или, возможно, прогул совершил? Или вы из вытрезвителя на Григория Малахова данные имеете? А может быть, будучи в нетрезвом состоянии, он ценную деталь запорол? Виктора Захарыча даже перекосило всего, словно он горсть сырой калины разжевал. Да разве в плане дело-то, Григорий Антонович? Чего ты младенцем прикидываешься? В твоем цехе народ за звание борется. Раньше ребята в цехе в тебе наставника видели, а теперь? А что касается ценных деталей, так... Ну, ладно, не о том речи. Анатолий Ильич тебя Сергей не все еще сказал. Оказалось, вчера Сергей пришел в кабинет Анатолия Ильича, заявил, что школу кончать не намерен и потребовал свои документы. именно потребовал, причем грубо и заносчиво, Сережа Малахов, которого я знаю с семи лет, один из лучших учеников школы, комсомолец. Страшно сказать, Григорий Антонович, Сережа был пьян. Пьян. Анатолий Ильич резко поднялся из-за стола, встал лицом к окну. Вот так-то вот, Антонович, негромко сказал секретарь, неладно у тебя в семье и с тобой неладно. Как бы тебе не упустить, Сережку-то. С дочкой скверно получилось, смотри, сына не потеряй. Слова были добрые, но смотрел он на Григория Антоновича, словно врач на тяжело больного, и директор стоял у окна, как статуя, повернувшись к Малахову спиной. Григорий Антонович поднялся не спеша, поблагодарил вежливым. За беседу спасибо. С сыном меры приму. Послезавтра в школу он сам придет, извиниться за свои проступки. А что касается семейных моих дел, то в них я уж сам лично как-нибудь разберусь. Он с достоинством раскланился и вышел, спокойно прикрыв за собой дверь. За обедом Григорий Антонович спросил, где Сергей, почему к столу не идет. И тогда Мария сказала, что Сергей уже две ночи дома не ночевал. Голос у нее был тусклый, бесцветный, словно муж у нее о котенке спросил, чего это Мурзика сегодня не видно. Григорий Антонович опять закрылся в столярке. Дело шло к вечеру. Сколько не бродяжит Сергей, а к ночи все же должен заявиться. Натворил стервец дел в школе, а теперь не смеет домой глаз показать. Да, в порткоме-то я повел себя с самого начала в корне неправильно. Глупо себя повел, не тактично. Люди-то они стоящие, а главное свои люди. Сказать бы просто, точно, мужики, всю мою жизнь и заводскую, и семейную словно трещиной расколола. И про детали Виктор Захарович справедливо намекнул. Забыл уж Григорий Антонович, когда ему сложный заказ поручали. А он и не просил, не надеялся он теперь на себя, на золотые свои умелые руки. Ни силы, ни точности, ни верности в них не стало. Авторитет не в том дело, что давненько исчез с заводской доски почета его портрет, что уже дважды обошли его на выборах, не включили в состав делегации по обмену опытом. Другое хуже. Гошка Савельев, пропойца, хулиган, на днях подошел, хлопнул с войски по плечу, предложил скинуться на двоих. И в семье неладно. Еще год назад бывало Мария плакала, ругалась, уговаривала его не пить. А потом, как Веруська сбежала, и с матерью он поругался, замолчала. В доме словно только что покойника вынесли. Не тянет теперь домой. А постылило все. А в конце-то концов. Не каждый же вечер он пьяный приходит. И скандалит тоже не всегда. Если разобраться, не так уж много от семейных требуется. Не лезть на рожон, когда видишь, что человек выпивший. В других семьях и не такое творится. Ну, Мария больная, точно. Даже с работы пришлось уволиться. А ребятам чего не хватало? Ни разу пальцем не тронул. Трезвый словом плохим не обидел. Одевал обоих, как картинку. Ни в чем отказа не имели. А как они его любили. Когда портрет его на городской доске почета вывесили, Мария говорила, каждый день в центр бегали на папку любоваться. Вечером дом как улей гудел. К Верузьке подружки набегут. У Сергея в боковушке чего-нибудь мальчишки мастерят. А когда начал он выпивать, перестала дочь подруг в дом водить и сама вечерами подолгу нигде не задерживалась. Боялась мать одну оставлять. А у него все чаще стали выпадать ночи, когда колобродил он и бушевал часами, и сон не мог его повалить. Так получилось и в ту проклятую ночь. Помнил смутно, что рвался куда-то бежать, а Мария, Верузька и Сергей висели на нем, пытались удержать. И не то он кого-то грубо толкнул, не то его кто-то по лицу смазал. Свалился он, уснул мертвым сном, заспал все, что произошло. А на другой день, проспавшись к обеду, узнал, что Верузька уехала, а проще сказать, сбежала с Леней Кружилиным. Этого Леню, заезжего сахалинского рыбака, перекати поле, Ивана Безродного, никто в доме из-за жениха не принимал. Приходил по вечерам, сидел в уголке на диване, следил за Верузькой робким, преданным взглядом. И вы и сидел. Дождался, когда девчонка сгоряча разум потеряла. Увез тайком, как вор. Григорий Антонович завозился на верстаке. Сел, крепко потер лицо ладонями. Нарастала тревога и вспомнилось такое, отчего сердце точно клещами сдавило. Четырнадцать лет назад. Тогда их теперешний микрорайон был городской окраиной, отделенной от центра речной протокой. Моста еще не построили, и жители с городом общались своими средствами. Зимой по льду, летом переправлялись на лодках. Стоял холодный ноябрь. Воду схватило первым льдом, но ходить через протоку еще не разрешали. Двухлетняя Сережка второй день капризничал, хныкал, все время просился на руки, а поздним вечером у него перехватило горлышко, и он стал задыхаться. Никакие домашние средства не помогали. К часу ночи стало ясно, что нести его пешком через дальний городской мост или бежать искать какой-то транспорт поздно, а детская больница со старым прославленным врачом была в центре, только протоку перебежать. Тогда он завернул Сергея в одеяло и побежал к реке. Он бежал ночными, безмолвными улицами и думал об одном – только бы добежать, успеть донести живого. Он спустился под крутой берег, ступил на тонкий, еще неокрепший лед. Под ним лежала темная ледяная глубина. Стиснув зубы, он легким звериным шагом отошел метра на два от берега и побежал на маячившие впереди городские огни. На середине реки он услышал за плечом прерывистое хриплое дыхание. Мария бежала за ним, прижав обеими руками к груди длинный шест. Не замедляя бега, он крикнул через плечо «Не подходи близко! Дальше держись!» На берегу он приоткрыл уголок одеяла, ловил уже совсем тихое, сиплое дыхание сережки, припадал на миг к набухшей пульсирующей жилке на мокром от холодного пота виске. Он успел. Сережки разрезали горлышко, сунули в разрез резиновую трубку, воздух хлынул в легкие, и он начал дышать. А в приемной на диване, запрокинув голову, лежала Мария. Лицо у нее было голубое, на голубом темнели фиолетовые губы. Время от времени она открывала глаза. Огромные, пустые, нездешние. Около нее хлопотали люди в белых халатах. Только тогда Григорий Антонович узнал, что у нее больное сердце. Сначала он очень напугался, ходил за ней, как за ребенком, но, выписавшись из больницы, Мария осталась такой же молодой, красивой, веселой. Больное сердце не мешало ей работать, растить ребят и любить своего не очень-то покладистого и удобного в житье Гришу. Григорий Антонович, сидя на верстаке, все поглядывал в оконце, чтобы не прокараулить, когда заявится блудный сынок с повинной своей головушкой. И все же прокараулил. Поднял голову, наскрив двери. В дверном проеме стояла Мария, седая с окаменевшим лицом. — Иди, Сергея, возьми. — Что такое? — Что с ним, — холодея, — спросил Григорий Антонович. — Пьяный он. Голос у Марии был такой же тусклый и серый, как ее лицо. Сергей сидел на земле, привалившись спиной к калитке. Григорий Антонович приподнял его, поставил на ноги, и сын довольно бодро прошагал до крыльца. Потом вдруг бессильно повис, начал валиться, и его пришлось внести в дом на руках. Нужно было протащить его в боковушку и уложить спать, но в прихожей Сергей вдруг силой отпихнул отца локтем в грудь и, пошатываясь, вошел в столовую. — Ты, Серега, не дури, — миролюбиво посоветовал Григорий Антонович, взяв его за плечи. — Пошли давай спать. — Нет, батя, не выйдет, — Сергей, покачнувшись, оперся о стол. — Мы с тобой сейчас за круглый стол. Мы с тобой сейчас ассамблею проводить станем. Он громко, по-дурацки захохотал и тяжело плюхнулся на стол. — Милости прошу, товарищ Малахов, присаживайтесь, не стесняйтесь, не стесняйтесь, будьте как дома. Он опять захохотал, и Григорий Антонович молча сел на указанное ему место. — Ты на меня, батя, не выбуривайся. Больше я тебя не боюсь, потому что ты нуль. Понятно? Нуль. И без палочки. Ты все еще себя считаешь я, Малахов. Идешь по улице пьяный в дребезину, нос кверху, грудь колесом, как верблюд с незнакомыми людьми направо-налево раскланиваешься, милостиво. А ребята за тобой бегут, хохочут, потешаются. Сергей не то хохотнул, не то всхлипнул, вытер рот мокрой рукой. В бригаде твои мужики говорят, Малахов, Жорнов у нас на шее. Гнать надо. И жалко. Все же был Малахов. Конечно. Там ты тихий, не шумишь. Это дома тебе раздоли. Здесь тебе все дозволено. Мы с мамой забыли уже, как это люди вечером лягут и спят. Мы, батя, не живем, а ждем, какой придешь, чего над нами вытворять будешь. А ты, батя, хитрый. Знал, что мама в портком не побежит жаловаться. Она и нас приучила. Только бы люди не знали, что ты дома творишь. Я все паспорты ждал. Хотел, как вверх, дунуть, куда глаза глядят. А потом думаю, нет, шалишь. Мы сперва с батей на пару попьем, погуляем. Ты рюмку, я две. Слюни подбери, сопляк, тихо посоветовал Григорий Антонович, до боли стиснув сцепленные на коленях похолодевшие пальцы. А что, противно? Навалившись грудью на стол, Сергей, ухмыляясь, смотрел в побелевшее лицо Григория Антоновича. А нам не противно за тобой убирать, за пьяным. Григорий Антонович, мертвее, начал медленно приподниматься над столом. Что? Бить будешь? Бей! Ну, бей! Мне теперь ничего не страшно. Григорий Антонович боялся оглянуться. Мария сидела у двери, прислонившись затылком к стене. Равнодушная, безучастная, она словно дремалась, крестив руки под грудью и закрыв глаза. Бей! Все равно не боюсь! прокричал Сергей, размахнувшись, швырнул со стола пепельницу. Я тебе теперь не подвластный, понял? Как верка! Верка моя! Сергей всхлипнул и тяжело ткнулся лицом в сжатые кулаки. У нее пальцы хирургические, она бы теперь на второй курс перешла. Конечно, ты никогда не помнишь, что пьяный над нами делаешь. Так я тебе напомню, я тебе объясню, почему она из дома сбежала. Сережа, тихо предостерегающий, окликнула его Мария. Но тут Сергею стало плохо, он покачнулся и, вцепившись в скатерть, начал валиться со стула. Григорий Антонович перетащил его на диван, но Сергей вдруг напружинился и оттолкнул отца, сказал совершенно осмысленно, твердо произнося каждый слог. В школе мне делать нечего, не судьба нам с Веркой учиться. Мне теперь ничего не надо. Мама у нас скоро помрет, вот когда ты ее доконаешь, тогда я тебя убью. Наконец он затих, отирая мокрым полотенцем бледные до синевы сережки на лицо и худую мальчишескую грудь, Григорий Антонович бормотал какие-то давно забытые слова. Ничего, серенький, ничего, потерпи, сейчас легче будет, спи, маленький, спи. Тут он увидел жену, Мария лежала навсничь, запрокинув голову так же, как тогда в больнице, и так же на голубом лице темнели фиолетовые губы. Маруся, худо тебе, я сейчас, ты потерпи, добегу до гаража, скорую вызову. Не надо, прошептала Мария, отлежусь, в буфете, в вазочке нитроглицерин, скорее. Он никак не мог грубыми своими трясущимися пальцами ухватить крохотные крупинки. Сережка сказал, она ведь у нас скоро помрет. Теперь там же капли, грелку к ногам. Он делал все, как положено, но флакончик с каплями прыгал в пальцы, звенил о край стакана. Кипяток фыркал, вырываясь вместе с паром из грелки. Сережка сказал, вот когда ты ее доконаешь, он присел подли Марии, взял холодные вялые руки в свои, приник к ним, пытаясь отогреть дыханием. И она помаленьку начала дышать все ровнее и спокойнее. Лицо оживало, голубизна отлила от щек, темнело только под глазами, да вокруг рта. Маруся, слушай, что скажу. Он склонился к ее лицу, словно боясь, что она может не услышать, не понять его. Сама знаешь, я тебе обещаний никогда не давал, прощения не раз просила, а слова не давал, а ты знаешь, слово мое твердое, ты только скрепись, не дай болезни ходу. Господи, тяжело вздохнула Мария, разве во мне дело, Гриша, дети. Маруся, мы Веруську сюда заберем, торопливо зашептал Григорий Антонович, захочет, пусть Леню своего сюда перетащит, он парнишка неплохой, пущай, Веруська учиться идет, а маленький ее для нас с тобой не обуза, знаешь, будем мы его нянчить, а за Сергея ты не бойся, мой грех мне исправлять, иди к нему, не отходи, чтобы не случилось чего. Сергей лежал скорчившись, поджав колени к груди, Григорий Антонович принес из прихожей теплый полушубок, положил поверх одеяла. Сергей застонал, заметался, вцепился руками в руку отца, на миг открылись его мутные, налитые страхом и болью глаза. «Папа, я с тобой, я с тобой, сынок, спи давай, я с тобой», подтыкая сбившееся одеяло, шептал Григорий Антонович. Он сидел, сгорбившись у постели Сергея. Когда накатывала дремота, ему чудилось, что бежит он по тонкому, неокрепшему льду. Сережка, укутанный ватное одеяло, оттянул руки, бежать ему трудно и неудобно, но его гонит страх. Успеет ли, донесет ли, не поздно ли? Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,